Дайв-студия на седьмом продолжается для вас работая только голодово. Здравствуйте! Эти выходные судмедэксперты, полиция и следственные судьи начали работать по-новому. Все дело в поправках Лазового в Уголовно-процессуальный кодекс, которые могут усложнять захоронение умерших в Украине. Вступили в силу. Что изменится для украинцев, будем разбираться с нашим гостем. У нас в студии Борис Яворский, судебно-медицинский эксперт Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Здравствуйте! Очень приятно, здравствуйте! Эти выходные вы работали по-новому. Что изменилось? Ощутили как-то уже изменения? Ну, можно сказать, что по-новому, хотя на самом деле нет. Практически все причастные к этому процессу люди, судмедэксперты, следователи еще за какое-то время до вступления в силу этих поправок пришли в состояние паники, потому что они не то чтобы сказать затрудняют, они полностью дезорганизуют эту работу. И справиться с этой ситуацией удается, насколько я знаю, в разных городах Украины, в разных регионах по-разному. Например, насколько мне известно, в Киеве следователи полиции продолжают выносить постановления так же, как они выносили до 15-го числа. В Одессе, например, сейчас фактически ситуация с судебно-медицинскими трупами вернулась к образцу до 12-го года, до нового УПК, и следователи выписывают направление на судебно-медицинское исследование трупа. В Запорожье, например, насколько мне известно, пытаются работать по новым правилам согласно поправке, но получается это плохо. Как мы работаем? Как в Одессе работают, в Одесской области? Григорий, в Одессе сейчас пытаются выйти из этой ситуации, вернувшись к практике выписывания так называемого направления на судебно-медицинское исследование трупа. То есть, объясните схему. Она остается такой же, как и раньше. Если человек умирает у себя дома, самая банальная ситуация. Для конечного пользователя этой ситуации, для родственников умершего, благодаря этой новой старой практике, в общем, ситуация остается спокойной. Я думаю, для того, чтобы вообще стало понятно, почему, откуда эти проблемы и в чем они заключаются, нужно сказать два слова о том, что же вообще изменилось. Потому что по этому поводу очень много неверных формулировок. Чаще всего в новостных изданиях, в интернет-ресурсах мелькают заголовки о том, что якобы изменились правила захоронения умерших. Нужно понять, что это не так. На самом деле, в чем заключается проблема? Законодательство страны — это, можно сказать, карточный домик. И поправка, о которой мы говорим, она выдернула одну маленькую карту откуда-то снизу этого карточного домика. И он из-за этого стремительно рассыпается. Что это за карта? Изменился прежде всего, что для нас актуально, порядок назначения экспертиз. И для того, чтобы понять, почему это важно практически, нужно понять, что вообще происходит, когда человек умирает. И прежде всего, по факту его смерти, для того, чтобы любые дальнейшие действия совершать, от похорон до выписывания умершего, так сказать, жилплощади и решения каких-то вопросов наследства, нужно получить врачебное свидетельство о смерти. Это тот первичный документ, с которого начинается весь дальнейший процесс. И этот документ могут выписать несколько разных инстанций. Прежде всего, это врач поликлиники или сейчас семейный врач, или участковый терапевт, который наблюдал больного. И в том случае, когда соблюден целый ряд условий, это пожилой человек, человек, состоявший на диспансерном учете по тяжелому заболеванию, человек, который регулярно наблюдался этим самым участковым терапевтом или семейным врачом, осмотрен после наступления смерти этим врачом, и врач не обнаружил никаких телесных повреждений, никаких трупных изменений поздних. Вот только при соблюдении всех этих условий врач-клиницист, терапевт или семейный врач, может выписать то, что называется ликорское свидетельство про смерть. Если же врач этого не может сделать, если хотя бы один из этих пунктов не соблюден, допустим, на трупе есть ссадины, синяки, или же покойный последний месяц жизни не наблюдался врачом, врач поликлиники имеет право пожать плечами, он не может установить причину смерти при таких условиях. И тогда единственный законный путь получения врачебного свидетельства о смерти это направление трупа в судебно-медицинский морг. И с 2012 года, после принятия Уголовно-процессуального кодекса нового, это возможно делать только путем назначения судебно-медицинской экспертизы. До 2012 года был гораздо более удобный для массового использования формат. Была такая форма, как направление на исследование трупа, результатом которой был акт судебно-медицинского исследования. Извините, уточнение. Это направлял следователь, который приезжал на место смерти. Следователь. И этот формат позволял выяснить причину смерти, выписать врачебное свидетельство о смерти. И в случае, если смерть была ненасильственной, то, соответственно, уголовное дело не возбуждалось. И, в принципе, это для массового использования вполне разумный вариант. С 2012 года возникли сложности, потому что на всех умерших положено было выписывать постановление о назначении экспертизы. Это требовало возбуждения, а впоследствии закрытия уголовного дела. Ну, а нынешние поправки привели к тому, что весь этот вал умерших, а это многие, как по Одессе, многие тысячи случаев в год, теперь должны проходить через следственного судью, через ходатайство, утвержденное процессуальным руководителем. То есть ситуация осталась совершенно невыносимой, практически нереализуемой. Вот, собственно, в этом и заключается стоящая перед нами проблема. Ваша работа как-то усложнилась? Вы почувствовали? Я же говорю, благодаря тому, что мы более или менее заранее, да, я еще в декабре прошлого года активно писал и пытался поднять какую-то... Да, тема тянется с прошлого года, или не 15-го. Да, какую-то волну по этому поводу. Нам удалось, в общем, в Одессе к 15-му числу, найти такой спасательный вариант де-факто вернуться к практике до 12-го года, хотя мы все понимаем, что это не вполне законно, и это повлечет за собой, в свою очередь, достаточно неприятные последствия в будущем. В частности, адвокату на суде впоследствии будет довольно легко и интересно оспаривать экспертизу, сделанную вот таким вот образом, как правильное доказательство, как доказательство, полученное законным путем. Но других вариантов пока не видно. То есть это шаг отчаяния. Вы говорили, что разные области работают по-разному, и действительно, кто-то работает по-старому и самостоятельно выписывает направление. Что может быть для следователей в таком случае? Это же тоже какие-то наказания, наверное, повлекутся. Ну, скажем так, какие-то неприятности могут быть, но здесь я, к сожалению, не компетентен судить. Это следовало бы порасспрашивать у, соответственно, работников полиции. Если говорить о следах насильственной смерти, мы тему рассматриваем уже целый месяц, вот с 15-го числа. Юристы говорили о том, что к случаю, который вы добавили, что если действительно есть ссадины, следы насильственной смерти, к этой категории также относятся дети до года и люди, которых не могут опознать. Естественно. А также, например, беременные женщины, роженицы, родильницы. То есть все эти случаи... Если это случилось в медицинском учреждении, да. Что касается медицинских учреждений, тут есть еще свой нюанс, который тоже нужно учитывать. Есть такая вещь, как патологоанатомическая служба, да. И это совершенно другая служба. Очень многие, к сожалению, путают судебно-медицинский морг и патологоанатомический морг. Я, в общем, проводил такое мини-социсследование из... В среднем из ста полицейских, примерно 90 не понимают, в чем заключается разница. Вот. Разница важна, потому что патологоанатомическая служба, согласно тому приказу, которым регламентируется ее деятельность, предназначена для исследования только тех умерших, которые умерли в стационарных лечебных учреждениях. Вот. Эта служба, которая, во-первых, не имеет своих возможностей для токсикологического исследования, некомпетентна вообще устанавливает насильственную причину смерти в самом широком смысле. И это люди, которые не являются экспертами, в юридическом смысле не несут ответственности по тем специфическим статьям Уголовного кодекса, по которым несем ответственность мы. Вот. И поэтому, как звучащие где-то голоса сейчас о том, что разгрузить ситуацию можно, направив часть трупов в патологоанатомические морги для установления причины смерти, ну, этот вариант кажется мне чрезвычайно опасным. Давайте разъясним судебно-медицинская экспертиза. Какие случаи берете вы? Ну, вот мы несколько минут назад как раз об этом и говорили. То есть если человек умер вне лечебного учреждения и не, скажем так, умер не дома, при том, что соблюдены все предыдущие условия, то это оказывается наш клиент. То есть либо врачебное свидетельство о смерти может выписать врач поликлиники, терапевт, либо человек умер в больнице, провел там более одного дня, не имеет телесных повреждений, и тогда это клиент патологоанатомического морга, а все остальные случаи это, собственно, случаи, которые больше некуда отправить, кроме как в судебно-медицинский морг. Согласно поправкам, 72 часа есть у следователя, чтобы обратиться к следственному судью. У того в свое время есть 5 суток, чтобы дать вот это направление на судебно-медицинскую экспертизу. Законодатель не установил, где все это время будет находиться тело человека. Что думаете по этому мнению? Совершенно верно. Вообще наш законодатель, и это отражает состояние общества, совершенно утратил представление о том, что закон имеет какую-то регуляторную функцию. Он как-то влияет на реальность и на взаимоотношения людей. Остались только две функции, декларативная и дискриминативная. О том, что изменения в законодательстве как-то повлияют на историю с умершими людьми, похоже, законодателю вообще было не досуг подумать. Это просто не вошло в круг интересующих их вопросов. Если мы с вами подумаем, где может находиться это тело, в судебно-медицинский морг это тело принять нельзя. Деятельность судебно-медицинского морга регламентируется своими приказами и за нарушение их тоже никого не погладят. Патологоанатомические морги. С третьей стороны, вопрос в том, что сложность в том, что в процессе какого-то хранения подобных тел в посторонних моргах если это случая насильственной смерти, могут быть утрачены улики, могут быть... на теле могут оказаться какие-то посторонние следы, посторонние биоматериалы. То есть проведение экспертизы после такого перемещения тела неизвестно куда, станет либо сильно затруднено, либо вообще уже бессмысленно. Так что вопрос совершенно висит в воздухе. А ухудшается он еще и тем, что вот эти сроки, о которых мы говорим, 72 часа, потом 5 суток, они ведь не окончательные. То есть... Конечно, это оптимальные. Да, то есть судья может, изучив ходатайство следователя, прийти к выводу, что оно составлено недолжным образом, отказать, вернуть на доработку, да, и весь процесс начнется снова. И ограничений таким вот циклом, в общем, нигде не прописано. И более того, если в конце концов судья, следственный придет к выводу, что проведение экспертизы здесь вообще не нужно, окончательно не нужно, то возникает вопрос, а что с этим телом делать? Врач поликлиники и врачи-патологоанатомы в таком случае уже заведомо не могут выписывать врачебного свидетельства о смерти и работать с этим телом. То есть это полный тупик выхода, из которого я не вижу. Идем дальше. Сроки разобрались. Юристы у нас в этой студии говорили о том, что, возможно, появится просто новая услуга за вот содержание таких умерших. Но опять же, вопрос, как это оплачивать, и вопрос улик. Совершенно верно. То есть проблема огромная. То есть, может быть, где-то на Украине есть какие-то частные холодильники, частные морги. Я вот слышал, что вроде бы в Киеве думали, то ли думали делать, то ли сделали. Ну, по крайней мере, в Одессе таких фирм нет. И опять же, подобная деятельность должна очень хорошо контролироваться. Потому что такой холодильник был бы очень удобен просто-напросто для сокрытия случаев насильственной смерти. И, конечно, возвращаемся к тому вопросу, что исследование тела после того, как ряд каких-то левых лиц, оказывая услуги... Хранения. Да, перемещали это тело по всему городу, хватались за него, добавляли биоматериал какой-то собственный. Это станет, конечно, очень печальным. Скажите, в Одесской области есть возможность содержать, вот временно содержать тела умерших? Ну, холодильники, предназначенные для этого, есть во многих моргах. Но все это морги, это либо судебно-медицинские морги, либо патологоаналимические. И попадание в эти морги, соответственно, в эти холодильники тел должно регламентироваться, опять же, законом и нормативными актами. и принятие тела просто без всяких документов, без свидетельства о смерти, для того, чтобы спрятать его в холодильнике, от этого, ну, в общем, шаг до уголовного преступления, сокрытия тяжких преступлений. То есть я думаю, что никакой нормальный человек не станет заниматься такой деятельностью. Это слишком рискованно, опасно и чревато. Давайте же послушаем, что у себя на странице написал как раз инициатор этих правок, Андрей Лозовой, народный депутат. Покажите нам, пожалуйста, его цитату. Вже два дні мої правки є нормою закону, і всі можуть переконатися, що ніякого похоронного коллапсу не відбулось. Але мало хто з тих, хто поширював цей фейк, набрався мужності вибочитись. В реальності ж моя правка є найбільш антикорупційною правкою в історії вітчизняного законодавства. Обмежуючи терміни досудового слідства, ми ламаємо багатомільйонні схеми. Коли силовики на місцях віджимають у підприємців бізнеси, коли реальних злочинців правоохоронні органи захищають, а невинних людей роками тримають в СІЗО за сфальсифікованими, штучно затягнутими справами. Ми даємо українцям право на захист, ми ламаємо прокурорський, судівський і ментівський безпреділ. І не відступимо з цього шляху, до яких брудних методів не опускалися б наші опоненти. Ось таке мнение Андрея Лозова. Він считає, що це боротьба з корупцією, боротьба з теневими якими-то оборудками. Що думаєте ви? Що я можу сказати? Те, що не відбувається, як виражається пан Лозовой, похоронного коллапса, є не следствие того, що ці поправки працюють. Це відсутствие коллапса є следствие того, що на них все забили. Тобто вся країна, і, як я вже кажу, по моїм наблюдуванням, в різних регіонах по-разному, тим чи іним способом проигнорувала ці поправки. Тільки благодаря цьому, цього коллапса і не відбувало. Але відбувається ненамного найкраща вещь. Така практика, коли госслужащі, чиновники, граждані країни оказываються вимаги, вимаги вытеснені з правового поля, вимаги постоянно поступати незаконним образом, просто щоб справитися со своєю деятельністью, і не можуть з цією деятельністью справитися законним путем, це розвращає общество. Це приучає людей к пренебрежительному відношенню к закону. Тобто, якщо б передо мною стояла задача превратити относительно законопослушне общество в общество безпредела і беззаконня, то я б считав поправку Лозового якраз дуже верним шагом к решенню цієї задачи. Євсь ще одне мнення, после тех страшилок, які ми з вами обсуждали, в некоторых СМИ пронесли, що якісь нові правила, а на самом деле только для людей с насильственній смертью, які умерли, вони будуть действувати. Євсь коментарий прокуратури Києва. Давайте послушаємо. Прокуратура міста Києва повідомляє, що з метою зніття соціальної напруги правоохоронними органами і судово-медичними установами буде впроваджено в практику проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці подій з наступним призначенням судово-медичних експертиз. Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшого не буде, а порядок отримання дозволів для видачу тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін. Так, ваш коментарий. Ну, от це ми бачимо роботу однієї з тих заглушок, які правоохоронники вимушені придумувати, щоб якось справитися з ситуацією. Тобто, направлення трупа на судово-медичними експертизі без назначення експертизи, точніше, с последующим уже після вскрытия назначенням експертизи, це вимушенна мера, она не соответствує Уголовно-процесуальному кодексу, но она позволяє справитися з ситуацією. Впоследстві її потім в судах дуже сильно аукнутися, тому що адвокатам в случае действительно виявленних случаев насильственной смерти буде этим фактом очень удобно будем катиться все ниже, все глубже к правовому беспределу, к принятию решений и придумыванию способов на местах, то есть к государству правового беспредела. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Борис Яворский, судебно-медицинский эксперт Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, был гостем нашей студии, ну а вы оставайтесь на снімом, будет интересно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»